Объединение. В Карасукском, Татарском и Маслянинском районах начинает работать новая система управления территорией. Жители впервые выбрали депутатов Совета муниципальных округов. Что дает административная реформа и за какой партии большинство, расскажет Андрей Баев. Несмотря на 13 октября, на календаре день выборов в Маслянинском районе по-настоящему зимний. На улицах снег и гололед. Кстати, здесь многие проголосовали заранее, зная, что в это воскресенье не смогут прийти на избирательные участки. И таких, кто досрочно отдал свой голос, более тысячи жителей района. Примерно еще столько же человек воспользовались правом досрочного голосования в Карасукском и Татарском районах. Всего таких избирателей чуть больше двух тысяч человек. Теперь в Новосибирской области появились три муниципальных округа. Все сельсоветы упразднили. Вопросами развития деревень и сел, и поселков будут заниматься сразу с окружного уровня. А это совсем другие бюджетные возможности. Да и скорость принятия решений должна увеличиться. Самое главное, чтобы не пострадали люди. И я здесь, мы четко просматривая, изучая опыт и практику других субъектов. Кемеровская область, Алтайский край, Перский край мы смотрим. И вот из них взяли лучшую практику, которая в первую очередь направлена на то, чтобы человек был услышан на территории, в селе, особенно, да и в рабочем поселке Масляина. И любые обращения, которые проходят, они обязательно должны быть услышаны. Ну и, конечно же, ни в коем разе не страдали села в отношении при формировании бюджета. Здесь будет четко, конкретно будет, и я уверен, что эта система еще даст плюсы для развития. Во всех трех созданных округах выборы прошли без каких-либо нарушений. Жалоб не было и в региональную избирательную комиссию. Явка для муниципальных выборов неплохая. В Карасукском районе 26%, в Татарском почти 29% и в Маслянинском 44% избирателей. Всего проголосовали чуть больше 80 тысяч человек. В итоге все три совета депутатов сформированы в полном объеме. То есть 220 кандидатов. К замещению у нас было 79 депутатских мандатов. То есть в целом примерно по 3-4 человека на один депутатский мандат. Всего, если мы в целом посмотрим, Единая Россия 75 мандатов, КПРФ 2 мандата, Новые люди 1 мандат и Самовыдвижение 1 мандат. Представители Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, ЛДПР и Справедливая Россия патриоты за правду в новые советы не вошли. Если пилотный проект по объединению территорий в единый муниципальный округ докажет свою эффективность, то вполне возможно эту практику распространят и на другие районы Новосибирской области. Андрей Баев, Дмитрий Злобин. Новости ОТС.